7 30 утра и мы заехали на тот красивый большой мост вот здесь вид на город мапуты красивый мост раньше здесь не было этого моста и был большой суд на которое перевозит людей машины переправлял с одного берега на другой и кванзану что ништы пункты а так он суперновые два или три года этому мосту здесь платная дорога мы все едем и сейчас мы где-то уже в пути час наверно вот такой прекрасные дороги очень хорошего качества асфальтированы и мы уже заехали в зону парка национальный парк города мапута и здесь уже нужно быть аккуратным на дороге потому что могут выходить животные в особенности слоны сейчас мы будем съезжать с асфальта асфальта и поворачиваем сюда аки и вот этот парк центральный въезд парк национальный мапуту время работы и здесь платный въезд и вот предупреждающие знаки нельзя пить давать обезьянам еду выбрасывать мусор с собаками нельзя тут крокодилы бегемоты слоны на велосипеде тоже нельзя нельзя делать костер оружие холодное тоже нельзя выходить из машины нельзя и также запрещено снимать дрона вот такие правила потому что здесь все очень серьезно выходят дикие животные это их территория мы должны уважать мы не должны их пугать создавать им опасность поэтому мы уважаем дикую природу и животных что с асфальта выдали нам карту и мы заезжаем и кстати здесь есть некоторые правила въезда в этот парк обязательно должна быть машина 4 на 4 высокая на обычной легковушке сюда нельзя заезжать запрещено так как дорога достаточно сложная есть в общем нужен такой внедорожник и соответственно правило поведет людей сидящих машине и машину в том числе когда появляется животное либо она переходит дорогу либо его где-то встречайте то обязательно нужно нужно остановить машину нужно отключить мотор двигатель чтобы не было звука автомобиля никакого шума не сигналить ничего не делать то есть вы заехали домой в гости сейчас к животным и все уважение мы сейчас отдаем животным а вот и они и штуки импала а импала а это у линдыш и не боятся таки хорошенькие ну этих оленят очень много здесь в общем нельзя нельзя выходить из автомобиля ни в коем случае потому что это дикая природа если увидели животное за ним не следовать даже если близко под получилось так чтобы встретились близко останавливаться либо немножко отъезжать дальше ни в коем случае не переграждать дорогу животному в общем все 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 делаем для их комфорта чтобы не напугать животное не никакого риска для его там спокойствие жизни мы не создавали прям целая фамилия семья и так друзья мы увидели слонов и семь взрослых и малыш один жалко что они далеко ходят ходят кстати эти слоны они чуть чуть темнее гораздо темнее чем обычно класс и в принципе можно стоять ждать пока они сюда придут но мы будем двигаться дальше вот такая дорога кстати это затопило дорогу дождями здесь были проливные дожди и кстати был недавно еще ураган и вот так позатапливала все пути вот именно для таких случаев и нужны внедорожники вот еще озеро надежды ой только что чуть не застряли в том озере вот вот столько зелени здесь мне конечно удивил удивила эта страна таким количеством зелени а вон зверь спрятался это бебик малышек полосатый такой и вот мы выехали к побережью океана сейчас будет видно по кочкам по кочкам но мы добрались и здесь по побережью рестораны и резорты где можно провести время даже переночевать вот название монте-бело мили-бан-галала day resort мы сюда приехали на пляж может быть покушаем здесь и потом уже будем двигаться в город обратно красиво здесь такие бунгало в типичном африканском стиле все на внедорожниках дешамуша киукару обоих как здесь красиво но сериал до забринка и вот такие бунгало для отдыха с видом на океан шикарные а это выход к побережью здесь нужно быть аккуратным с обезьянами они могут появиться внезапно и украсть телефон вам шкураке бить лоджи дезинфектор и здесь мы проведем целый день затем мы пойдем пообедаем немножко погуляем по пляжу и затем уже нам нужно будет выехать из этого парка до семи часов вечера если нет то закрывают ворота и все ночуешь машине рядом с со слонами ой тут черепахи водятся обалдеть а когда у них вкладка яиц интересно у меня кстати есть такая одна идея в жизни мечта посмотреть вкладку яиц а кетар таруга и сиси сиси оставлять яиц и когда эпока а новембре жанейро ноябрь ноябрь январь у них вкладка яиц происходит класс снимаем тапки и идем м вкладка вкладка на до в в Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok И поедем в сторону выезда из парка Так как нам нужно выехать отсюда до 7 вечера Добавил субтитры DimaTorzok 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 Далее, что еще хотел сказать Что этот парк Он платный Мы заплатили за него 2700 метикалов Это меньше 50 евро За въезд Въезд наш был Это два человека И автомобиль И обязательно автомобиль 4х4 Полный привод Легковой автомобиль здесь Ну абсолютно не проедет Это 100% Даже на нем не пустят Это правило парка Ну парк этот Огромных-преогромных размеров Он охраняется И соответственно за визит Туристы должны платить И следовать этим всем правилам Парк этот охраняется от браконьеров Ну все практически Я думаю какие-то может быть там Медицинские услуги могут предоставить Если вы видите какое-то больное животное Ну а так в принципе Это такой живой уголок Где стараются Не внедряться Человечество Не внедряется сюда То есть Животные живут своей жизнью Своей Такой В натуральном пространстве И к счастью Такие места существуют Но их к сожалению нужно охранять Самое опасное животное на земле Я считаю что это человек Нужно спасать землю Животных от человека Так что вот такой сегодня у меня Африканский день Но он еще к счастью не закончился Дальше покажу как мы будем ехать И что будем видеть интересного на нашем пути А вот и дождь начался Это дикий кабан Огромный такой Кушает что-то Ой Все убежал Ах Эх Огромный 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 Игорь Игорь Субтитры создавал DimaTorzok